Всем здравствуйте. Немножко про даоский массаж. Даоский массаж очень важный элемент подготовки это использование подручных средств, в том числе такой красной палочки. Может такую палочку, может такую палочку. Палочку, палочку, да. Нам нужны как ласковые массажи нежные, так и сильные. Накатываем разными. Накатываем до осы очень сильно. Они ориентируются на ощущения и массаж делается по ощущениям. Обучение проходит еще так, чтобы доверять своим ощущениям. Обучение нужно доверять своим ощущениям и как это там плюсы и минусы, когда нужно сильнее, когда нужно слабее. Начинающего даоса обучает этому чувствовать и доверять своим ощущениям. И в то же время иногда не доверять. то есть там человеку хочется побить посильнее, а нельзя, потому что еще косточки не готовы, может себе проломить черепушку, к примеру, или поломать косточку. Чтобы этого не было, надо ее готовить потихонечку. И вот такие вот массаж по ощущениям мы делаем. В том числе, допустим, если вы сидите много, то нужно массировать себе место, на котором сидите. и воздействовать по ощущениям. Если появляются синяки, то это прекрасный элемент оздоровления, который заключается в том, что когда у вас появляются синяки, то вы тем самым способствуете, как профилактика варикоза, тромбозов и прочие лабуды. Но это как профилактика. Как лечение, конечно, нужно подходить строго индивидуально, подбирать и так далее. Я говорю сейчас о профилактике. Профилактика. В чем смысл этой профилактики? Когда вы делаете себе сознательно синяки, оно заключается в том, что что такое синяк? Это разрушение кровеносных сосудов. Но бригада, в кавычках, бригада, которая ремонтирует здесь кровеносные сосуды, к примеру, она, это же бригада, на самом деле, и управление этой бригадой, так сказать, она и там на ногах это делает. Правильно? Поэтому если вы когда вот делаете себе синяки регулярно и они восстанавливаются, то на ногах уже не будет никаких тромбозов, потому что кровь течет хорошо по всем сосудам. и то, что сосудики восстанавливаются, все мелкие, там никогда не будет этого, ну когда сердце, проблемы с сердцем, забыто, как называется, в общем, там тоже отмирание и химическая болезнь сердца, там, ну в общем, когда вот эти мелкие сосуды, которые питают сердце, они тоже не будут зарастать, они тоже будут живыми и поэтому, во всяком случае, проблем с сердцем не будет. Да, там синяки нужны, мы вот набиваем, набиваем, получаем синяки, у меня вот в предыдущем видео показывается, как женщина там набивала себя и у нее было много-много синяков, и вот прекрасно вот это такой палочки, отбирайте себе по ощущениям, палочки должны быть разной длины и должно быть несколько типов, вот так вот все набиваете, набиваете по ощущениям, когда сильно набиваете, когда слабо. Ну, сейчас посмотрим, что у меня там. У меня висят эти штуки или не висят, ваше мнение, специалисты? Да, надо укрепить, я считаю. Они не так уж висят, но лучше, чем у женщины висят, но тоже висят, соответственно, будем укреплять, займем сюда вот это вот подтягивание кожи, висит, конечно, меньше, но мне тоже, на самом деле, не нравится, что-то они куда-то, чересчур сильно висят, чувствуется, на мой взгляд. Вот, поэтому надо пробивем и будем еще другие вещи делать, зрителям помахал. Так что, если вопрос есть, вопрос вроде не появилось, потому что время прямого эфира никого не было, я правильно говорю? Да. Все, вопрос у оператора есть? Да, ну, хорошо, палочкой будем набивать, а еще что мы будем делать? Накатывать. А, накатывать? То есть очень важно, хороший прием это накатывание. А что она не даст? Укрепление костей, предварительное укрепление костей, прежде чем их набивать. Ну, ну, вообще, если уж так, если бы пошла такая пьянка, то режь последний огурец называется, да, то сейчас еще касаемо набивания костей. Мы набиваем мышцы кожи, это вот бьем по этим мясам. А теперь, когда мы набиваем по кости, ну, один вариант это одна палочка, а второй вариант две палочки соединяем. Вот отдельно расскажу про вариант две палочки. Когда мы набиваем кости, да, то мы, допустим, покажи ноги. Вот набиваем косточки, набиваем, ну, здесь должна быть начальная, на начальном этапе должно быть комфортно. Подбиваем, набираем, набираем, выбираем ту чистоту и силу удара, чтобы было комфортно. И наша задача, вот это вот, когда мы набиваем, так ты-ты-ты-ты. Прямо видите, я как бы набиваю, вот я бью вот по этой части, по этой, по этой, по этой. И везде у меня разные ощущения на самом деле. Косточки. Делаем все до осизме. Ну, не все, но очень часто употребляется это по ощущениям. Не по разам, не по минутам, а по ощущениям. Наелся массажем и прекратили. Вот я вот так вот пробиваю, набиваю, 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 набиваю. И когда закончу набивать, то если правильный, ну, хороший показатель правильности моих, насколько я понимаю, это воздействие, то правильно заключается в том, что мы здесь идет, я вот накачать набиваю, кончу набивать, а у меня тут кость внутри играет, она, ну, она поет. Немножко, немножко смотрится, конечно, слушается, как дебилизм. Вот, кость поет, но именно, она именно кость внутри поет. И это служит омоложению костного мозга. Вот, то есть, это вот один из мощнейших омоложающих практик, это как раз вот набивание этих костей. Значит, если хотите по-настоящему научиться, то пишите в личку. Вот, планирую 10 сентября живой тренинг провести. Пишите в личку, будет очень мало набор, там максимум 15 человек наберу. Максимум. И я буду обучать вживую всем металлурским практикам. Так, что там на самом памятном заканчивается, да? Как-то темно стало. Ну, все-то, ладно. На этом пока все. А, нет, все нормально. Оно едем сюда в тень. А? Пойдем сюда в тень. Все, прямой эфир продолжается, давай. А, ну, все, значит, заканчивается. Нет, нет, сейчас продолжим. По поводу тренинга. То есть, кто хочет, значит, 10 сентября будет живой тренинг. Небольшая группа, она будет собрана в России. Вот, этого достаточно. Люди должны быть, соответственно, иметь свободное время, деньги, чтобы хорошо позаниматься и очень сильно оздоровиться. Тренинг начнется 10 сентября. Осталось не так долго. Гарантируется омоложение и восстановление здоровья. Освоение многих техник. Какие-то болезни будут, какие-то не останутся. Но заряд бодрости, который вы получите, он будет очень большой. Ну, вопросы еще есть, если, то обращайтесь, ставьте лайки, нравится, делитесь с друзьями или пишите в личку за вопросами. На этом счастливо вам. Будьте здоровы. Спасибо.